Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. И в этом видео я покажу вам на практике, как перейти с Joomla 3 на Joomla 4. Ранее у меня уже было небольшое видео в моем бесплатном базовом видеокурсе по Joomla 4, как мигрировать с третьей Joomla на четвертую. В этом видео я постараюсь более подробно показать и рассказать особенности, моменты, на которые стоит обратить внимание. Скажем, уже два рабочих своих сайта я перенес на Joomla 4, и они работают в порядке, никаких проблем там не возникает. Сейчас уже это будет третий сайт для переноса. И давайте в этом видео перенесем мой рабочий сайт на третьей версии Joomla на четвертую Joomla. Итак, мы находимся в админке моего сайта. Переносить будем его. Многие его знают. Это моя визитка по услугам разработки сайтов. Итак, что хочется сказать. В первую очередь, для тех, кто смотрит и может сказать, что там видео затянуто или много воды, я сразу предупреждаю, что это не быстрое видео. Здесь я буду разговаривать, потому что здесь я буду много объяснять перед какими-то действиями. Потому что я хочу, чтобы у многих было понимание, на что обращать внимание нужно при обновлении Joomla с третьей версии. Итак, первое, что мы делаем. Мы делаем резервную копию сайта, вот как он есть в вашем рабочем состоянии на хостинге. Делаем бэкап сайта файлов и базы MySQL. Делаем резервную копию и желательно это скачать на компьютер. Далее, внутри самой третьей Joomla вы должны обновить все, что возможно обновить, все, что предлагает обновиться. В первую очередь, это Joomla. Недавно вышло обновление, это 3.10.12. Обязательно обновите. С обновлением тоже могут возникнуть проблемы. Именно внутреннее обновление автоматическое, как это раньше бывало. Там, видимо, какие-то сервера попали под санкции, непонятно. В общем, на сайте joomla.org переходите, скачиваете апдейт. Я уже показывал ранее, как это делаете. И вручную накатываете обновление. После этого вы обновляете все, то есть шаблоны, плагины, сторонние. Все, что установлено на сайт, компоненты, модули. Все, что вы используете, обновите до последних версий. Если это расширение не будет поддерживаться на третьей Joomla, она просто у вас не установится. Обычно, как происходит, разработчик предлагает версию для третьей Joomla, последнюю актуальную, ее и ставите. Либо для четвертой, и для третьей, и для четвертой. Если есть два пакета, для третьей и для четвертой, последняя актуальная, естественно, ставите для третьей, потому что четвертая не поставится. Но некоторые разработчики делают так. Они делают универсальное расширение, то есть получается оно, это расширение той версии, которая есть, оно ставится и на третью, и также оно и на четвертую, тот же пакет может установиться. Такое тоже может быть. После того, как вы на третьей джумле все обновили максимально, то есть у вас ничего не осталось, все прям вы обновили, вы делаете еще одну резервную копию уже этой копии сайта, то есть копия 2, бэкап 2, файлы сайта базы MySQL. На хостинге убедитесь, что у вас стоит PHP версии 8, 8.0 хотя бы. Этого будет достаточно. У вас вот здесь будет в админке висеть предупреждение, что у вас устаревшая версия PHP. Если вы не знаете, как изменить версию PHP, задайте вопрос вашему хостеру. Это делается очень легко, в панели хостинга меняется версия на PHP 8. Просто четвертая джумла, она вообще не будет поддерживать 7.4, допустим, PHP. Далее, если вы не знаете о расширении, поддерживается ли вы обновили, но поддерживается ли четвертая версия, вам обязательно нужно каждое стороннее расширение, которое вы используете на своем сайте, зайти на сайт разработчика и узнать, не забросил ли он его, поддерживается ли. Если это репозиторий, всемирный каталог джумла, который сейчас перед вами открыт, то есть вы можете здесь посмотреть, найдете через поиск свое расширение, которое у вас используется, и обязательно убедитесь, что вот здесь вот такие, видите, лейблы стоят. Джумла 3, то есть J3, J4. То есть это расширение подходит и для третьей, и для четвертой. Я к примеру сейчас. Вот это расширение, допустим, только для третьей. Может так получиться, что ваш разработчик, он забросил это расширение, и оно больше не будет обновляться. В таком случае его перед обновлением на джумла 4 придется удалить с сайта. Потом искать либо альтернативу этому расширению, либо вообще его не использовать, либо нанять программиста, который вам обновит его вручную до четвертой версии джумла. Также это можно посмотреть, у каждого разработчика есть своя страница личная с расширением. Бесплатная ли она, или платная. Вам надо там убедиться. Они обычно пишут тоже, какая джумла поддерживается. Или если нигде не написано, значит надо в техподдержку написать этому разработчику, поддерживается ли четвертая версия джумла. Далее, не делайте обновления на рабочем вашем домене. Вы бэкап сделали с сайта, два бэкапа вы сделали. Вот этот второй бэкап на хостинге, на вашем, вы создаете под домен, или у вас есть технический домен. Переносите бэкап на технический домен, там все обновляете, потому что скорее всего будут какие-то проблемы, или скорее всего потребуется время внести какие-то изменения. Но вдруг там что-то с, допустим, SP Patch Builder конструктор обновился, там у них добавились новые размеры мобильных устройств, придется все страницы прогонять вручную, подправлять их, исправлять под новые устройства, как это делал я, как это произошло со мной. Все свои лендинги пришлось руками пробежаться, подправить их, чтобы они хорошо смотрелись на новых макетах мобильных устройств. То есть разная специфика. Потом смотрите, как бы я ни пытался, ни старался, это видео не может быть универсальным для всех, потому что у каждого абсолютно индивидуальная будет ситуация, потому что мы используем с вами разные шаблоны, разные плагины, компоненты и так далее. Буквально один компонент вы используете, который не использую я, у вас будет уже ровно все по-другому. Поэтому даже это видео может, в принципе, быть вам полезным и дать вам понимание, чтобы максимально быстро переехать и знать уже, какие преграды могут быть. Сейчас, естественно, на этом сайте у меня все обновлено. Давайте посмотрим, какие сторонние расширения здесь используются. Ну, RS Firewall защита на сайте. Отсюда даже видно, что стоит компонент. Ну, естественно, последняя версия у меня. Дальше. Давайте сначала с компонентов начнем. Стоит Forms. Это лид форма. Это команда разработчиков Bellboa. У них все в порядке. Если кто, тоже будет использоваться их не расширением. По крайней мере, у меня при обновлении никаких вопросов не было. То есть вот этот Forms, он сейчас на третьей версии Joomla, но эта же самая версия, она и поддерживает и четвертую версию. То есть при обновлении ничего отключать здесь не нужно. Все переезжает хорошо. Дальше. Gallery. Это тоже галерея, фотогалерея. Я ее, в принципе, сейчас на сайте не использую, но она здесь есть. Она тоже переедет хорошо. Дальше. Gridbox. Конструктор страниц. Здесь тоже я неоднократно обновлялся. И здесь проблем никаких нет при обновлении. У меня самая последняя версия стоит на момент записи видео 2.16.0. Здесь это видно. RS Firewall, понятно, есть. И вот смотрите, что дальше. Соответственно, шаблона у меня же нету. Но шаблон, имеется в виду, он идет от Gridbox. Поэтому там никаких проблем нет. Если у вас есть какие-то шаблоны, обязательных тоже. Вот здесь вот смотрим, обновляем. Это все у меня относится, все эти шаблоны, это все Gridbox. Соответственно, еще бывают фреймворки. Плагин фреймворка от шаблона, то есть без которого шаблон не работает. Значит, его тоже надо убедиться, чтобы вы его обновили. Теперь по плагинам давайте пройдемся. Я использую достаточно распространенные плагины. Многие их, наверное, используют. Давайте мы их с вами посмотрим. Найдем их по поиску. Я вот сделаю Labs просто. В общем, Regular Labs. Если, конечно, я правильно произношу. Давайте посмотрим. Вот сайт-разработчик. Сейчас он очень часто меняет дизайн. Он постоянно что-то экспериментирует. Сейчас он выглядит вот так. Это очень популярные и очень востребованные, очень полезные плагины. Многие их, наверное, используют. Вот как раз-таки здесь я буду вам полезен, если вы используете хотя бы одни какие-то плагины из них. Дело в том, что у меня при обновлении одного сайта на Joomla 4 не возникло никаких проблем. Но с другим сайтом, с теми же плагинами у меня возникла проблема. И сейчас я как раз вам расскажу, что здесь происходит. Именно с расширениями от этого разработчика. Как вы видите, я использую Regular Labs. Вот это вот для вставки кода. Cache Cleaner для очистки кэша. Автоматическая очистка кэша. Очень удобно. Вот кнопочка выводится. Дальше. Library. Это библиотека, плагин, который устанавливается вместе с Cache Cleaner. Обязательно должен быть, этот плагин, включен. То есть это Button. И еще у меня есть System. То есть тот же плагин для вставки кода. Ну, чтобы код не обрезался от Joomla и легко можно было код вставлять на сайт. У вас могут быть и другие плагины этого разработчика. На всякий случай я рекомендую вам все выписать. Все, что используется в текстовый блокнот названия плагинов. И какие версии, платные и бесплатные. Я в своем случае использую бесплатные версии плагинов. Значит, я смогу через репозиторию обновиться. Соответственно, если вы платные, используете, покупали, значит, надо будет скачивать эти плагины на всякий случай отдельно, заготовить их заранее. Так вот, я сейчас расскажу, с какой ситуацией я столкнулся. А именно с плагином CacheCleaner и вот этим плагином System, библиотекой от этого плагина. С одним сайтом при обновлении не возникло проблем, но со вторым сайтом, с теми же самыми плагинами, у меня возникла ситуация. То есть можно же как? Joomla предупреждает, что нужно сделать. Якобы эти плагины не поддерживаются Joomla 4. Ну, в общем, а как происходит-то? Вроде показывается, что поддерживают у разработчиков. Если вы скачаете плагин на компьютер и откроете правой кнопкой архив, вы увидите две папки J3 и J4. Я так понимаю. Одна и та же версия плагина. Когда вы ставите на Joomla 3, допустим, CacheCleaner, плагин понимает, что это Joomla версии 3 и устанавливает ее из папки 3, J3. Если вы тот же самый плагин устанавливаете на Joomla 4, то плагин устанавливается из папки J4. Но это, я так думаю, что, ну, логика, подключая логику, думаю, что так работает. То есть это специфика разработчика именно этого. Соответственно, у вас какие-то другие могут быть расширения, значит, другие могут быть какие-то ситуации. Это все надо пробовать на вторичном домене, чтобы проверять, переедет ли ваш сайт хорошо или нет. Забыл упомянуть, еще есть же самописные шаблоны, плагины. Не забудьте про это. Если кто-то вам когда-то это писал, естественно, это ничего работать на Joomla 4 не будет. Разработчик обязательно должен обновить сторонние самописные плагины, шаблоны до четвертой версии. Или придется их сначала удалить с сайта, а потом обновляться на четвертую Joomla. Вот рассказываю конкретную ситуацию, что произошло. Я их просто отключил, то есть есть такая возможность отключить, потом обновить третью Joomla на четвертую. Включать ни в коем случае их нельзя. Потом на четвертой Joomla нужно просто поверх установить те же самые версии плагина. Вот так вот. И все как бы. Но со вторым сайтом так не получилось. То есть он ругался вот на этот плагин, что он якобы не установлен. Когда я через репозиторий ставил этот плагин, у меня вообще возникала ошибка 500, и сайт полностью был сломан. Пришлось заново накатывать бэкап и заново обновляться. Пока я не разобрался, что во втором моем случае со вторым сайтом нужно было библиотеку и кэш-клинер на третьей версии Joomla сначала просто снести с сайта, их удалить. Они никакие настройки на себя по сути не несут. Вы просто их удаляете, обновляете до Joomla 4, а потом накатываете этот кэш-клинер. Ну и там несколько настроек, если вы их использовали, настроите в плагине и все. Вот такой был выход. Не знаю почему так. То есть первый сайт с этими же аналогичными плагинами у меня переехал. То есть я их просто отключал, переехал на Joomla 4, заново поверх накатил версии плагинов. Все заработало. Со вторым сайтом не получилось. И вот сейчас третий сайт, чтобы опять не наступить на те же грабли, я предлагаю вот именно кэш-клинер и библиотеку от него удалить. Касаемо других плагинов от Regulabs у меня не возникало каких-то проблем. У меня на других сайтах и другие плагины стоят от этого разработчика. Их намного больше. Там проблем не было. Итак, то есть получается сейчас это надо удалить. Давайте это сейчас и сделаем. То есть перейдем к расширению управления. Я через поиск найду кэш-клинер. Точнее сначала давайте сделаем так. Я поторопился. Перейду в плагины. Все, что я нашел, я отключаю сначала. Перехожу в расширение управления. Но здесь вот по поиску labs я вижу, что у меня здесь еще есть. Отсюда же тоже можно было снять. Давайте я все выделю. Отключить. Не обязательно было туда заходить. Можно было отсюда это сделать. И я выделяю галочками System Regulabs Library библиотека. System Regulabs Cache Cleaner. И Cache Cleaner еще. То есть это панель управления. Сайт. Вот эти вот моменты обязательно я с сайта удаляю. Так, у меня тут удалилось, но вот Library почему-то пишет, что не удалился. Давайте я выделю. Я попробую еще раз. Ну вот видите, возникают разные ситуации. Допустим, сейчас не получается, не дает удалить. Хотя в других сайтах удалялось. Тут либо все их удалять, либо попробовать сейчас обновиться. Если все будет хорошо, поверх накатить плагины, у нас произойдет миграция. Если же опять будет ошибка 500, придется опять откатываться до бэкапа резервной копии сайта. И тогда все их придется вот так вот вычищать. Скорее всего, если мы все их удалим, они скорее всего удалятся. И заново обновиться. То есть вот такие вот могут быть ситуации. Давайте рискнем. У меня резервная копия сайта есть, хотя я нахожусь прямо на рабочем домене. Значит, в моем случае, именно здесь могли быть проблемы. В других расширениях, которые я использую, проблем я не обнаружил. Поэтому я сейчас могу перейти уже к обновлению. Давайте перейдем к панели управления. Посмотрим. У нас уже вот это уведомление давно висит. Сейчас на момент записи видео только лишь 24 число, июль 2023 года. 17 августа. Это не значит, что закончится жизнь вашего сайта. Вы можете сразу не обновляться. Можно даже еще год, два, три там не обновляться, если не хотите. Но помните, что у вас должна быть защита. Вот, например, вот этот компонент RS4Wall, который будет защищать от всяких инъекций. Дело в том, что после 17 числа Joomla обновляться официально не будет, а рано или поздно отыщутся в версии 3.10.12 дыры, через которые могут проникать хакеры. И это очень легко будет обнаружено на вашем сайте. И если у вас нет защиты, хоть какой-то, например, RS4Wall, к вам по-любому смогут проникнуть на сайт. Вот в чем проблема, то есть когда нет обновлений. Но если стать защитой, я в ней уверен, что даже старая Joomla может работать долгое время, пока вы не будете готовы переехать на новый движок, на Joomla 4. Итак, у меня Joomla в рамках третьей версии, последняя. Как увидеть обновление до четвертой версии? Вот здесь, вот отсюда, например, через меню можно перейти в версию Joomla. У меня написано новое. Перейти настройки. Здесь нужно выбрать Joomla Next. Сохранить, закрыть. После этого, если вы в панели управления перейдете, у вас будет возникать сообщение, что есть Joomla 4.3.3. Но отсюда обновиться не получится, скорее всего, из-за не знаю чего, может быть санкции на серверах лежат или что-то, поэтому вручную будем обновляться. У меня уже отдельный пакет апдейта Joomla 4.3.3 скачан на компьютер, поэтому вручную буду обновляться. Итак, я перехожу в версии Joomla. Вот здесь вот очень прикольно сделано. То есть Joomla сообщает, надо немножко подождать. Во-первых, вот здесь подробно можно раскрыть, увидеть PHP, BD, чтобы, видите, стояло все. Да-да-да-да. Вот здесь вот PHP успешно. У меня все стоит хорошо. Нужно еще дождаться. Вот здесь у нас пишут, пожалуйста, подождите, пока не будет завершена проверка расширения. Это может занять от 5 до 10 минут. Здесь изменятся показатели. Надо просто подождать. Дальше информация, что там на какие-то языковые файлы он может ругаться. Я это игнорировал, у меня все обновлялось. Вот некоторые я расширения не смотрел. Вот этот вот, допустим, No Conflict для оптимизации, я их не использую. То есть они у меня, скорее всего, в отключенном состоянии. А если они отключены, я ими пользоваться не собираюсь. Какой-то шорткод у меня здесь стоит еще, тоже не пользуюсь. Они 100% у меня отключены, поэтому я могу на них не обращать внимания. Здесь зелененькие обновления расширения не требуются. Как раз показано RS Firewall для библиотеки, для Regulabs плагинов. После проверки Joomla мне показывает, что Gridbox, Baforms, BacGallery не удалось выполнить проверку. Это не значит, что они не подойдут. Им просто не удалось выполнить проверку совместимости расширения. Я точно знаю, что они совместимы. Но может так получиться, что будет ошибка при обновлении. Такое тоже возможно. Тогда эти расширения, их удалять не надо. Их можно будет отключить и заново попробовать обновиться. Здесь тоже, если мы перейдем на автоматическое обновление, ругаются на три моих расширения. Расширения, которые могут вызвать проблемы во время обновления. Опять же, это возможно могут вызвать проблемы. и я перехожу на третью вкладку загрузка обновлений вручную с компьютера сейчас я выберу пакет обновлений jumla update 433 версия и так я выбираю апдейт у меня есть 433 стабил update package это вот он и есть то есть не full package не смотрите не перепутайте full это целая jumla нам нужно именно апдейт апдейт обновленный обновление выбираю и нажимаю запустить и установить и сейчас будет решаться этот сайт сломается все что угодно может произойти либо он обновиться еще может быть такое сайт успешно обновиться но с предупреждениями допустим jumla может сама отключить плагины которые не поддерживаются она на английским текстом будет написано что эти плагины были отключены здесь ничего страшного здесь просто эти плагины если на них 4 jumla существует то есть именно апдейты для этих плагинов в вашем случае тогда просто поверх их надо будет обновить в моем случае это regalabs вот эти вот набор плагинов вот этого разработчика и так запустите установить вас попросят еще раз авторизоваться как администратор на сайте авторизовываемся и вот сейчас только мы узнаем будет ошибка или сайт обновиться до четвертой версии jumla на первый взгляд вот сейчас вы видите в моем случае не предупреждение и все прошло чисто вы видите ваш статус успешно обновлен до версии jumla 433 и так что делаем мы дальше мы переходим с вами system самое одно из первых это нужно посмотреть database перевода у нас еще нету частичный перевод для jumla 4 надо установить перевод вот здесь у должна галочка стоять если здесь какие-то красные предупреждения нужно зайти посмотреть что просит вот допустим вот это ба формс бакгалере grid box не просит каких-то обновлений то есть вот здесь вот обязательно тут будет возможность исправить поставить птичку и исправить моменты в базе данных на случай здесь все вроде хорошо давайте первое что я делаю я прихожу система extensions поставлю локализацию для 4 jumla потому что у меня не все переведено также локализация я скачивал отдельно пакет локализации для 4 jumla потому что она не обновляется сейчас автоматически только в ручном режиме я оставлю пакет локализации все теперь у меня все на русском языке теперь отключенные плагины мы возвращаемся к ним я выписал что мне нужно два плагина я сейчас тоже кстати вот отсюда через jet так как они бесплатные попробуем их установить их надо обязательно поставить поверх сейчас через поиск я ищу вот этот плагин перехожу install надеюсь никаких проблем не будет нажимаю установить вот я сейчас опять сталкиваюсь той ситуации которой я столкнулся у меня в этом случае не удалось почему-то удалить этот лейбери плагин то установился но вот здесь нам пишут что он просто не может функционировать без библиотеки а этот плагин у нас отключен и что я сделал я сейчас опять могу наступить на те же грабли я попытался установить кэш-клинер потому что это лейбери она устанавливается с этим кэш-клинером прямо через и при позитория поставил его и у меня сайт полностью сломался вот может быть сейчас будет возможность его отсюда удалить в четвертой версии если я его удалю тогда точно без проблем я смогу поставить этот кэш-клинер давайте все-таки попробуем вдруг здесь получится удалить его перехожу панель управления перехожу плагины сейчас нас везде всегда будет преследовать это уведомление у меня даже она вот он системы голлабс да я опять же не сюда перешел давайте перейду расширение вот здесь управление у нас находится вот здесь кнопку вот управление через поиск у меня есть три библиотеки давайте я прям все три удалю не страшно потому что эти все библиотеки они ставятся вместе с плагинами которые я использую в данном случае это вот этот плагин и вот этот плагин попробуем конечно их удалить в общем сейчас сталкиваемся вот такой ситуации что удаление пакета успешно завершено и ошибка при удалении ошибка при удалении то есть вот опять же видите возникает какие-то моменты непонятно по идее удаляться они должны но здесь библиотек никаких больше нет и сейчас по идее надо поставить кэш-клинер и эта библиотека она должна установиться вместе с ним причем вручную я устанавливал или с репозитория у меня в прошлом ситуации была ошибка 500 и так переходим система расширения его час будет решаться придется все заново делать или у нас все про пройдет хорошо ищем кэш-клинер вот он install установить мы с вами установили удалили несколько библиотек вы помните смотрите в данном случае с кэш-клинером он установился успешно и вот видите вот здесь лего labs библиотека именно от кэш-клинера она установилась но нам пишут что не может функционировать то есть библиотека она автоматически включается но я удалил другие библиотеки значит я еще раз вот этот плагин установлю скорее всего библиотеку я удалил от этого плагина попробуем еще раз его установить я оказался прав предупреждение скрылась то есть библиотека есть и у других плагинов я сначала думал что эта библиотека одна для всех их них плагинов оказывается там несколько библиотек видим у предупреждения исчезла и видим что успешно установка давайте убедимся я перейду панели управления плагины здесь выберу включенная смотрите видим что включено очень важно библиотека лейбери если я перейду никаких ошибок здесь не возникает и если я просто через поиск наберу labs и состояние включено видим что у меня кэш-клинер плагин есть вот кнопка выводится давайте нажмем очищается кэш все работает дальше лейбери установлен активным дальше вот этот плагин для вставки кода батон и давайте вот так еще с вами проверим через поиск лейбери включенные плагины так отключены в общем какие-то там были еще библиотеки сейчас я вижу только одну библиотеку не отключен не включенных больше нет один плагин никаких ошибок давайте посмотрим еще система здесь с базы данных галочка все хорошо здесь это просто разные уведомления я все скрою дальше остается вообще по вашим страницам погулять как с фронтальной части сайт так и в админке на наличие ошибок они могут вылезти прям вот на экране php ошибки или еще что-то обязательно визуально нужно просто осмотреть сайт и внутри компоненты прям внутри может быть ошибка вот вы зашли в компонент а он тут не открылся а вылезла какая-то просто на экране ошибка или белый экран или еще что-то я вижу что он открывается в привычном виде компонент именно forms хотя вы помните было от джума предупреждение что вроде она не будет нет информации она не будет обновляться и так далее галере мы заходим не только языкового константа вылезла языкового файла не только сам компонент открывается никаких ошибок я здесь не вижу дальше мы смотрим grid box grid box тоже открывается давайте откроем и в режиме редактирования страницу grid box конструктор сайтов видим что страница открывается можно редактировать никаких проблем закроем rs firewall я могу даже не заходить потому что я точно знаю что здесь никаких проблем быть не может уже не первый раз я обновлялся ну и конечно же чистим кэш в самом сайте если у вас кэш был включен переходим на фронтальную часть сайта а полностью очищаем кэш у меня есть специальное приложение приложение браузера если у вас windows клавиатура то горячими клавишами control плюс f5 находясь на сайте это обновить страницу и полностью очистить кэш чтобы мы увидели что с сайтом на самом деле происходит вот открывается сайт он уже на джума 4 вряд ли тут поплыл в дизайн или какие-то ошибки потому что это было бы видно сразу на дизайн это вряд ли может повлиять именно что поплыли блоки там какие-то еще или еще что-то блоки в grid box могут поплыть только если вы обновились grid box допустим старая версия на новую там может быть подкорректировать придется мобильная версия данном случае все это уже джума 4 я по сути прямо в режиме записи видео обновил свой рабочий сайт скорее всего здесь никаких проблем не будет у меня тут на самом деле всего одна страница и мне далеко ходить не надо но если у вас много страничный сайт конечно же нужно внимательно походить по страничкам понаблюдать все ли хорошо обычно проблемы видны сразу сразу у вас либо не обновиться либо ошибки сразу на весь экран посыпется там и так далее надеюсь это видео хоть как-то помогло она получилась дошли достаточно большим кто смог досмотреть до конца тут большой молодец я на этом видео заканчиваю и я с вами не прощаюсь и очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья а Продолжение следует...